Лекция Его Святейшества Гопалкашна Госвами, 2 апреля 2020 года, Нью-Дели, День явления Господа Рамачандры. Господь Рама — это Сам Бог. Знание Бога достигается через Писание. Господь появился со Своими братьями, которые все являются Вишну-Татвами. Множество людей не понимают, что Господь Рама — это Бог. Мы принимаем это, потому что Он упомянут в Священных Писаниях. Когда Верховная Личность Бога появляется, совершает удивительные деяния. Господь проявляет Себя множеством способов. Он самый старейший, но всегда вечно юный. Господь Рама совершил множество удивительных божественных деяний. Господь совершает удивительную лилу с самого начала. Никто не может превзойти Его в этом. Его отца звали Дашарадхой. У царя Дашарадхи было более 350 цариц. Главную из них звали Каушаля, как и Исумитра. Есть множество качеств Бога. Одно из них — отречение. Господь объясняет, что есть шесть качеств. Господь обладает шестью качествами во всей их полноте. Лакшман всегда находился на строении служения Господу Рамачанре. В течение 24 часа в сутки в его уме не было ничего, кроме этого. Шалапраупада говорил, что Равана означает тот, кто заставляет других плакать, причиняет им страдания. Такова была деятельность Раваны, причиняет другим страдания, заставляет их плакать. Живые существа, которые явились в образе обезьян в играх Господа Рамы, все были полубогами, среди которых главным был Хануман. И армия Господа Рамачандры и Лакшманы состояла из этих обезьян. И только два человека, Рамы и Лакшман, владели искусством сражения на луках, другие обезьяны могли только кидать камни. Тем не менее, Господь Рама победил. Таково его божественное могущество. Господь дарует защиту тем, кто полагается на него. Даже сегодня люди говорят о Рамараджи, о царствовании Господа Рамы. В этом стихе говорится, что его имя Хари обладает тем же влиянием в Кали-югу, что и в Сатья-югу. Если мы примем прибежище у этой великой Хари-Кришна мандры. Никаких страданий не было в период правления Господа Рамы. Хотя это была Трета-юга, во время царствования Господа Рамы казалось, что это была Сатья-юга. Господь Рама заботился о своих подчиненных, как о своих собственных детях. Господь Рама иногда переодевался, чтобы пойти к своим соотечественникам и узнать, счастливы ли они. Так, чтобы никто не испытывал беспокойств. Сам Господь Рама следил за тем, чтобы все дороги в Айотхи были чисто вымыты. Улицы Айотхи омывали ароматизированной водой. Ее разбрызгивали из своих хоботов слоны. Сегодня все хотят царства Рамы, потому что все были счастливы в ту эпоху. Но если мы не примем учения Господа Рамы, тогда невозможно установить царство Господа Рамы. Шима Прабхупада устроил искон таким образом, что на алтаре мы можем видеть воплощение трех эпох. Рама приходил в Трета-югу Кришна, в Два-пара-югу Горни-таев Кали-югу. Личность, которая медитирует на игры Господа, обретает преданность в своем сердце. А человек, который помнит игры Господа Рамы, его сердце очищается. По милости Шилопрабхупада сегодня есть храмы повсюду на свете, но не так просто управлять ими. Вчера, когда я разговаривал с Джайопатакой Свами, он сказал, что если карантин продлится еще пару месяцев, в Майапуре у нас будут большие сложности. В этот раз Господь проверяет преданных, чтобы увидеть, насколько они готовы пойти на жертвы. В этот период мы не должны уменьшать проповедь, наоборот, мы должны ее увеличивать. Преданное по всему миру тяжело трудиться, чтобы продвигать проповедь через средства связи, онлайн проповедь. Точно так же, как Лашман думал только о служении Господу, Точно так же, мы должны научиться у Него быть постоянно занятым в служении Господу. В особенности, мы должны всегда это помнить, что я должен служить Богу. Сегодня наш ученик Рагава Пандит Прабу принимает саньясу. Его имя будет Бхакти Ракшак Радха Галокананда С вами Махарадж. Харе Кришна.